всем привет привет вы на канале дневник натали сегодня у нас 16 декабря 5 часов 45 минут утра у нас все нормально программка погоды показывает сейчас 0 градусов по ощущениям минус 3 вчера друзья выходили ходили супермаркет немножечко скупились продуктами температура была минус 6 но знаете вот даже без перчаток у меня не мерзли пальцы ну здесь как-то наверное по-другому немножечко ощущаешь погоду не так как-то зябко холодно что ли в номере у нас плюс 24 градуса довольно таки даже жарковатенько чуть-чуть взяли прикрутили батарейки потому что для нас непривычно такая теплота спасибо огромное всем за поддержку за комментарии многие написали наташу вот ты без шапки ходишь поэтому простыла и простывшие без шапки не друзья это ну капюшон только вот мы вышли создания сняли тогда не было холодной и на тот момент я не была простыше внешне немножечко видео запаздывают на данное время тут вот у все нормально вот сутки я про температуру его выпила два раза ацетилку утром вечером и добрый час сказать сейчас все нормально еще раз огромное при огромное спасибо вам друзья читаю ваши комментарии очень очень приятно здесь где мы остановились это тоже временное жилье общаемся знакомимся со своими соседями и я просто в шоке просто в шоке от услышанного я вот только недавно видео выпустила про шекеля про документы как мы проехали через границу но вы сами видите что шекель с нами все нормально а вот рядом с нами женщина живет у нее собачку забрали на карантин у нее как бы почти все документы получаются готовы они сделали прививку от бешенства сделали титры но не выдержали три месяца карантина перед выездом и собачку забрали на карантин на передержку вот эти вот месяцы должны додержать дотянуть ей фотографируют каждый день собачку присылают фотографии что с ней все нормально вот но за это друзья нужно платить если раньше говорили в начале что это было бесплатно то сейчас владелец животного платит вот она за свою собачку платит 30 долларов и уже и вот сколько эта собачка там находится она сказала уже 30 тысяч крон она конечно шокер но чтобы что делать будем платить потом как-то будут они писать заявление оформлять чтоб не сразу чтоб как-то частями не знаю до сих пор собачка находится там на карантине это конечно ужасно потом с другим человеком пообщалась она говорит что тоже вот приехали люди на скандик там начали проверять все документы все собачка мини-йорк и ее тоже забрали на карантин и пройдя там какое-то время собачки не стало не знаю друзья какая причина почему не стало собачки что там и они говорят прям что вот документы были все в порядке но друзья не верю этому потому что у нас документы вот все в порядке мы каждую справочку собрали каждый сертификат шекель с нами никто не забрал игры значит документами что-то было не так нет все так ли не верит ну ну не верю но вы же видите сами на шекель с нами слава богу все хорошо поэтому кто будет ехать животными пожалуйста смотрите какой карантин сколько нужно выдержать животного после титров после прививки от бешенства потому что в каждой стране по-разному так как у нас титры и первая прививка от бешенства было еще в израиле и вторая прививка еще была в израиле естественно весь карантин мы давным-давно прошли это уже три года как шекель получает такие вакцины вот весной будем уже здесь делать эту прививку четвертую понимаете у нас уже нам не карантин никакой не нужен ни день ничего поэтому хотела вас предупредить пожалуйста кто собирается кто очень-очень трепетно относится к своим малышам и не может с ними расстаться подумайте перед тем как ехать сделайте все правильно и никто животного у вас не заберет потому что я говорю что там где мы были в скандике там были и с овчаркой с ротвеллером и с мо с маленькими собачками и французский бульдог еще были там разные породы все все не упомню так что вот такая информация конечно очень в шоке у каждого своя история так что ребятки сначала говорится соберитесь не полите горячку все узнайте разузнайте ветеринарных ветклиниках не так вот где-то что-то откуда-то кто-то сказал идете государственную ветеринарную клинику и говорите вот такая страна хотите туда ехать животным что именно надо они все 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 подробно рассказывает даже если вы где-то что-то забыли переповторите возьмите номер телефона все люди все я не знаю нас на нашем пути встретились очень хорошие люди отзывчивые говорится скрупулезные все вот тю 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 сделали вот я я найти за большого количества информации тут запомнила тут забыла извините или повторите все все нормально повторяют потому что это очень важная информация будем надеяться друзья что у всех у вас все будет хорошо вы услышите и все сделаете правильно так как у меня видео немножко запаздывает я бы думаю сегодня посижу поработаю и подготовлю два видео и завтра выпущу наверно с утра одно видео и чуть позже второе видео чтобы не было она таким сильно длинным там мы поделимся своими впечатлениями от увиденного многие горят ой вы так удивляетесь ну конечно почему нет мы настоящие мы не кривим душой если что-то нам понравилось и это для нас и было интересно да конечно вам везде есть свои плюсы и есть свои минусы но пусть лучше у всех у вас будут положительные эмоции и восторг и вздохи от того что вам что-либо понравилось а сегодня друзья смотрите продолжение поход к врачу и результат который мы получили но и также позитивная минутка от нашего шекеля всем огромное огромное спасибо еще раз за поддержку всех и каждого крепенько обнимаю и да по скрипту многие написали наташа где твоя чашечка чашечка с нами еще все вот так вот знаете в сумках мы обязательно найдем и выпьем с вами утреннего кофейку всем приятного просмотра сегодня 12 февраля уже полдесятого утра мы стоим на остановке ждем трамвайчика и едем на консультацию к врачам нам на полдесятого тут две остановочки там где мы вчера были посмотрим что нам там скажут так сейчас мы троллейбус потом до запишу а что ты сказал я повторяю трамвай идем пошлите кнопочку нажал дверь открылась трамвайчики теплышко артур привет как ты сочувствуешь тебя все спрашивают гоню еще кашель вот так нормально но уже не температуре до температуры уже нет давление сердце гуляет балуется а так все хорошо все едем и едем маленький снежок срывается в общем выезд нам из кандика на 14 число едем потом уже когда что-то скажут врачи запишем дальше расскажем вам поделимся вот друзья вышли из трамвайчика пока название города светится решила снять показать красотищу все идем а вот там вот артурчик стоит там полицейский участок медицинский центр это здание аэропорта там вот самолет стоит идем и самолет на повреждение да я его сняла показала маленький может местных перелетных как как чартерный дал наружу сейчас он ждал взлет ой мамочки испугалась так быстро взлетел вот выглядят мы от этого чувства взлета да пошел на посадку не поспоришь не поспоришь не на взлет а на посадку потому что впереди обязательно легкая посадка и никак иначе и он тоже взлетел да такое небо затянуто но вроде как на всю недельку у нас такая погода так идем идем там тоже самолетики вдалеке ну вижу четыре штуки хвосты одни хвосты все отключаюсь друзья потом включимся все мы уже были в медицинском центре пообщались а с врачами мне выписали рецепт и сейчас мы приехали торговый центр лагуна где находится аптека взяли вот такую очередь здесь по очереди электронная сейчас покажу вот там вот сейчас 130 идет а у нас 139 и мне выписали вот такой рецепт это будет бесплатно сейчас возьмем таблетки этот рецепт отдаешь и показываешь свою желтую карточку все должно быть бесплатно сейчас все узнаем все мы стоим уже на остановке ждем своего трамвайчика в общем лекарства мы не взяли что-то пошло не так это рецепт говорят не рецепт нужно еще какое-то подтверждение и написали нам переводчики что может быть доктор забыл отослать в электронке ну в общем возвращаемся назад в отель спросим там уже покажем и узнаем наши дальнейшие действия ничего страшного бывает смотрите какое небо там солнышко красота мы снова здесь в аэропорту все теперь едем в отель в общем снова меня принял доктор но уже другой так как первый доктор ушел снова у меня было с ним интервью и доктор решил что мне не нужно принимать лекарства больше спать отдыхать свежего воздуха и только положительные эмоции в общем один доктор назначил лечение второй отменил сделалось это буквально в течение двух часов вот так лечат быстро качественно и хорошо и бесплатно и бесплатно все друзья мы с хорошим настроением едем домой к шекелю ой смотрите какая красота не знаю что это обозначает кувшины видать тут подсвечивается видите там как будто лебедь вот и вот такой замок как теремочек медведи вот 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 красота ребятки давно вы меня не видели да соскучились смотрите какой я прилежный ученик за компьютером сижу на арбузик я лежу да принесли шекелюше угощение шекелюш будешь вкусняшки скажи громко будешь будешь ну голос голос и громче молодец молодец вот такой кусок большой арбузик в декабре месяце сидеть молодец 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 да ты съел чешу и сделай мы быстренько лопаем мы быстренько лопаем передай всем привет привет не 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 привет громко еще еще молодец сидеть дай лапку дай лапку молодец молодец 5 5 а это моя умничка лапы мало мало суслик вот такой суслик и вы говорите этого суслика не пускать на кровать как вы можете посмотрите в эти глаза да смотрите в эти глаза не стыдно вам сказы я купаюсь утром и вечером я самый чистый не испортил ни одной вещи за свою жизнь язык я вам показывал я вам покажу сидеть лежать моя ты умничка сладкая первый раз делать команды на стульчик а ты вот такой я милашка моя сладенький умничка пол скользкий просто на полу не хотим и на кровати неудобно кровать мягкая он перекатывается дальше килиша скажи а я вас всех люблю хороших и плохих всем вам воздушные поцелуи мира и добра всем пока пока до новых встреч а